Здравствуйте, Людочка! Здравствуйте, Костя! Слышали новость? Нет. Эмиль Золя угорел. Да что вы! Посмотрите, какой шеврончик мне подарили на экскурсии. Собственно, то, на что оно нашито, тоже подарочек. Передаю торжественный привет тому, кто мне все эти подарочки подарил. Один из дарящих сейчас во Франции, во Французском легионе. И особо прошаренные люди сразу выясняют, что это французская курточка. Мы сегодня находимся в очень интересной ситуации, которая происходит у нас в стране. Мне интересно не наблюдать с точки зрения каких-то исторических аналогий, так и с точки зрения пиара, воздействия на массовое сознание определенными образами, поскольку я очень много этого дела изучал и по части того, как США пудрило мозги всему миру. Затем, когда я возил экскурсии в Берлин, естественно, я изучал пропагандистскую машину Геббельса. Не успел снять несколько выпусков, хотел посвятить пропаганде во время Третьего Рейха, особенно на примере немецкого кинематографа. Ну и сейчас мы тоже видим ситуацию по доктору Хаусу «Everybody lies». Все врут, хотя, конечно, доказать противоборствующим сторонам обратное совершенно невозможно. Это понимал Антон Павлович Чехов, о котором мы сегодня будем говорить, потому что речь сегодня пойдет о деле Дрейфуса. Я буквально вкратце вам расскажу, в чем там был замес, потому что на самом деле, посмотрите фильм «Полански», по-моему, у нас он переведен как «Офицер-шпион». Я могу ошибаться, потому что я смотрел его по-французски, и как он по-французски называется, это уже забыл. Ну, это несложно загуглить. Недавний фильм, совершенно потрясающий. Там есть замечательная сцена, вот, где этого самого Альфреда Дрейфуса ломают над ним шпагу. Он кричит «Chui, Nasson», я невиновный. Вообще, надо говорить «Альфред Дрейфус» по-французски, но у нас как бы все время по-другому это дело произносится. Собственно, не только у нас. Мне интересно смотреть обзоры английской премьер-лиги по-английски и по-русски. То есть на Матч ТВ и в передаче «Матч О' Де Дей» они там абсолютно постоянно коверкают французские фамилии, им на это плевать. Они никогда не ставят ударение на последний слог. Ну, они говорят, например, «Погба», а не «Погба», как его надо называть. Но это, собственно, автоп. Значит, Франция. Конца XIX века. Нация находится в состоянии такого, знаете, нокаута после Седана. Это вот маленькая победоносная война, которую затеял Наполеон III, чтобы, так сказать, почесать себе лебедо. Ну и в итоге сам попал в плен, и Седан действительно стал нарицательным. Словом, во французском языке. И потеряла она вот эти территории Элизаса-Лотарингию. Вечный камень преткновения между немцами и французами, между бошами и, как их принято называть во Франции, и не бошами. Далее знаменитая панамская афера. Значит, Лесепс ее затеял. У него в правую руку еврейский банкир. Собрали деньги с рядовых вкладчиков, кинули их. В общем, МММ, чистой воды той эпохи. Это отдельность уже для рассказа. Начинаются происки уже врагов. Армия демократизируется. То есть вот эти, ну, все голубая кровь, Сансир, военная академия, она начинает потихонечку тесниться выходцами из эколь-политехник, которая больше такая демократическая структура. И, ну, можно сравнить, допустим, вот у нас эти конные полки вечные, там, кавалергарды и так далее, которые заправляли всем. И абсолютно не пускали в свои ряды никого, естественно, не из аристократических кругов. А во Франции начинается потихонечку проникновение туда. И вот один из примеров, как раз-таки, этот самый Дрефюз. Потому что он, ну, во-первых, он выходит из Эльзаца. То есть уже не совсем свой парень. У него акцент. Это можно сравнить с положением Сергея Ильича Витты, который никогда не прижился у нас при дворе, поскольку у него был, ну, по-разному, как сейчас принято говорить, хохлядский акцент. Да, он шокал немножечко, потому что он вырос в Одессе, а здесь в рафинированном обществе. Ну, как так можно? Он говорит с акцентом. Он из богатой еврейской семьи. И он вот служит в генеральном штабе по артиллерийской части. Артиллерия на передовых. Там идут разработки. Ну, и еще он такой до кучи, знаете, нелюдимый. Некоторым кажется высокомерным, хотя никакого высокомерия у него нет. А самое главное, он очень дотошный, такой, знаете, ботан. Въедливый ботан. Но за счет этого он на хорошем счету у начальства. Это вот такая небольшая краткая характеристика ему. И, значит, еще, кстати, параллельно идет сближение с Россией, что тоже феноменально, поскольку не так давно Франция воевала с Россией во время так называемой Крымской войны. Это у нас она называется Крымская война, а там она называется Восточной войной. И Наполеон III рассматривал победу в этой войне как реванш за 2012 год. Когда я писал книгу о пиаре во время русско-японской войны, я вот следующую серию как раз хотел посвятить пиару во время Крымской войны во Франции и в Англии преимущественно. Но пока руки не дошли. Но если хотите, посмотрите, загуглите РЧВ, ешьте свечи в Крыму. Там она рядом Е, прекрасные карикатуры, довольно жесткие. В общем, все как мы любим. В общем, Шварцкопен, фамилия немецкого посла, который живет в Париже, у него дочь, у дочери служанка, уборщица. Ну и она так очень правильно убирает, достает всякие документы из мусорной корзины и передает это французской разведке. Ну и она, соответственно, это все дело разбирает. И вот одна из таких вот бумаг, которых не попало, они собрали и выяснили, что там содержится перечень неких документов. Это называется бордеро. Борде-ро во французском языке. Это стало имя тоже нарицательным. Некий персонаж сообщает, что я вам это все дело передам. Ну и начинается кипиш, и один из, соответственно, служащих выясняет, что, ну ему, как ему кажется, его звали Анри, похож почерк на вот этого самого Дрифуса. Вызывают комиссию, состоящую из пяти графологов. Два говорят, не, нифига не похож, два говорят, да, похож. И вот один, соответственно, его решающее слово говорит, он похож. Самый главный графолог. Причем его потом спрашивал даже сам президент, ну типа, а вы уверены вообще в этом, да? То есть мы же должны делать далеко идущие выводы. Он говорит, да, я уверен. Ну и закручивается эта вся история. И вот Дрифус, вот он идеальный козел отпущения. Во-первых, военный министр Агюст Мерсия, который, кстати, был сторонником сближения с Россией, был у нас военным атташе в Петербурге. Он, ну, как и вся вот эта республиканская 20-летняя история, потому что там меняются кабинеты министров очень много раз, президенты и так далее. Страна погружается в хаос тотальный. Ну и, в общем, он тоже греет руки, у него рыльца в пушку. Ему нужно отчитываться перед парламентом за прошедшую свою деятельность. А он не может, потому что, ну, самый, как бы, выгодный тендер, вы же понимаете, военный. И тут вот подворачивается ему вот этот Дрифус. И он решает вот подсунуть эту историю, как бы, французскому обществу, то есть разыграть эту карту и переключить внимание на вот этого еврея, жида. Потому что Тагюст Мерси, он еще активный член монархической организации. Эта организация называлась Аксен Францесс. Я буду иногда прерваться, чтобы вставлять картинки и кое-какие пояснения. Так вот, забегая вперед, надо сказать, что в 1940 году Аксен Францесс поддержала маршала Анри Петена и его вот курс так называемой национальной революции. Это была официальная программа правительства Виши под лозунгом «Травай, фами, патри», то есть «Труд, семья, родина». Не все члены Аксен Францесс поддержали эту идею, но большинство остались. И там выходила замечательная газета, созданная Шарлем Арасом, которая выступала в поддержку режима Петена и, естественно, критиковала движение французского сопротивления. Так вот, прикол в том, что, несмотря на поддержку нацистов, в 1944 году Шарль Марас и его подельник Марис Пежо, они были за коллаборационизм заключены под стражу в тюрьму, сама организация запрещена, но уже в 1947 году они вышли на свободу и своздали газету «Аспе де ла Франц», и, собственно, благодаря которой Аксен Францесс была восстановлена, и, вы не поверите, она существует до сих пор. Для того, чтобы изобличить Дрейфуса, разыгрывается просто настоящий спектакль. Вот в фильме, ну, практически очень близко к тексту он показан. Там был такой пати де клаб, значит, который вызывает этого Дрейфуса. Там присутствует несколько человек, он их расставляет по точкам. Там, кстати, вот этот полковник Пикар, тоже один из главных героев всего происходящего, находится. Значит, Дрейфуса просят написать что-то там, потому что декламу, типа, поранил палец. И вот он пишет, и на десятой строчке, а тут диктует. На десятой строчке идет, соответственно, перечень документов, которые были перечислены в этом бордеро. Расчет был на некий психологический эффект, что Дрейфус задрожит, что у него там дернется рука, все за ним внимательно следят. А он как сидел, так и сидит дальше, пишет. В итоге деклам как бы сам него держит, говорит, Дрейфус, вы что, вы что, дрожите? А тут говорит, ну, как бы я просто с улицы, тут прохладно у вас. Ну, и в итоге он говорит, что все, вы обвиняетесь в шпионаже, вы арестованы, бла-бла-бла. Чтобы подогреть, так сказать, внимание, еще предварительно деклам сливает информацию в прессу, что некий шпион найден, да, по фамилии Дэ, это каналья Дэ, как он там фигурировал в одних письмах. Ну, и начинается вот эта вот шпиономания. Вообще, это эпоха, когда там, знаете, как в Джеймсе Бонде, все вот перекрестные такие связи, все следят друг за другом. Допустим, военный атташе Германии спит с военным атташе Италии. В фильме это тоже прекрасно показано. Дрейфуса, суд над Дрейфусом, жена и брат Дрейфуса, они пытаются найти адвоката, значит, сначала все отказываются, потом они находят одного из крупнейших адвокатов, и тот говорит, что, блин, вообще на раз это дело выигрывается, потому что доказательств практически нет. И самое главное, что отсутствует мотив. Дрейфус, он, во-первых, он из богатой семьи, да, из еврейской, как я сказал, во-вторых, у него очень хорошая карьера военная, то есть он шагает по лестнице, и, собственно, ну, ради чего ему предавать свою прекрасную родину, непонятно. Тем не менее, во время суда происходит такая ситуация, что, значит, представители военного штаба, они передают тайно пакет с некими документами непосредственно суде в обход адвоката и членов суда присяжных, ну, присяжных, ну, и вот на основе этих документов, где там вообще непонятно, что было, там 10 документов, и только в одном из них там как раз вот говорится про эту каналью Д. На основе этого, значит, Дрейфусу выносится вердикт обвинительный, и его ссылают пожизненно, значит, французскую гавиану на чертов остров. Это был такой остров, куда отправляли умирать. Его называли сухой гильотиной, потому что, ну, там, блин, за 3-5 лет люди просто вздыхали. Причем Дрейфусы там держат отнюдь не в санаторных условиях, в такой он живет хижине, а иногда его сажают в карцер. Карцер – это просто такая яма. Ямок, где он сидит, там довольно долго, и, в общем, здоровье он там свое очень сильно подорвал. Писема ему не передают от жены, и так далее. Ну, и все замечательно, все идеально. Найден главный шпион. Во Франции патриотический подъем. Вот мы нашли этого, значит, козла. Мы его наказали. Значит, дальше вот этот пекар заступает в службу разведки, и ему попадается то, что потом зовут Петиблю, маленькая голубая бумажка. То есть, он находит очередной документ, в котором сказано, поступивший вот с германской стороны, в котором сказано, что некий Эстерхази, человек, тоже служивший во французском генеральном штабе, является шпионом. Тоже, опять-таки, по идее, его надо называть Эстерхази. Он вообще венгр. Ну, и Пекар начинает это все дело раскручивать, требует к себе дело Дрифуса, выясняется, что это дело состоит буквально из полутора бумажек. И он понимает, что при том, что он был знаком с этим Дрифусом, он абсолютно не был фанатом, и более того, он не был никаким юдофилом, он просто понимал, что есть шпион, и с этим надо бороться. Он начинает ходить по соответственно тем, кто этим делом занимался, а ему везде намекают, что не лезь не в свое дело. Просто успокойся, потому что честь армии дороже. А он нет, он не соглашается, начинается это все раскручиваться, там все дело доходит до того, что он обвиняет этого самого Анри, который его подопечный, у них дуэль состоялась, во время которой Пикар ранил Анри. Происходит суд над этим Анри. Армия встает горой на защиту этого Анри, встает горой на защиту вся монархическая часть Франции. Вообще надо сказать, что большинство французов абсолютно уверены в виновности Дрейфуса, и вообще антисемитские настроения тогда были очень сильны. И в общем оправдывают сначала Анри, Пикар отправляется в длительную командировку. Вот в такой хижине Дрейфус проводил свои не очень счастливые дни в не очень пригодном для жизни климате. И чтобы не растекаться древом или как там говорится, не растекаться соплями по железу мысли по деревяшкам значит в дело вступает Эмиль Золя. Это важно именно в контексте рассказа про Антона Павловича Чехова. Эмиль Золя он был не только гениальным и очень популярным писателем но он был еще конечно выдающимся публицистом и очень даже неплохим бизнесменом. Кстати, как и наш великий поэт Некрасов. Он уже заранее писал определенные какие-то там письма и публиковал их, ну он их так называл письма к юным и все такое прочее. В итоге вот Пикаро выводят на него была такая газета называлась Ле Гор Аврора Заря ее редактором был Клеменцо будущий президент ну вообще это на самом деле пик влияния прессы на общественное мнение во Франции это всегда было сильно особенно в преддверии кстати Великой Французской революции это тоже сказывалось и Золя ознакомившись со всеми подробностями он решает идти ва-банк он размещает статью которая называется Жакьюз Accusation да это обвинение Accusé обвинять Жакьюз это я обвиняю я тут буквально сегодня смотрел предпоследнюю серию сериала Лю Пен свежий такой сериал французский очень забавный там это Сиу фамилия который один плюс один играл замечательный актер играет и там короче одна из журналисток которая пострадала у нее собачка и она кричит этой собачке Жакьюз Жакьюз то есть эту собачку зовут Жакьюз почему потому что эта статья она стала символом вообще вот свободы прессы борьбы за справедливость и так далее и в этой статье Золя соответственно просто перечисляет всех причастных включая и Мерси и значит всех остальных Буадефр там еще был начальник генерального штаба такой который присутствовал и на суде над Дрейфусом и сидел там значит с с рожей каменной Анри для того чтобы защитить себя и армию еще больше потопить Дрейфуса пошел на откровенный подлог и создал фальшивку которую представил в суде она получила название Фо Анри ну Фо это собственно и есть фальшивый на французском языке и вот я вам представляю карикатуру из журнала Лёси Фле свисток полковник Анри хранит секрет государственной важности или защищает секрет государственной важности на урне можно прочитать название Фо и вот как важен контекст восприятия того или иного явления в исторической перспективе это аллюзия на работу скульптора Сан-Марсо которая хранится в музее Арсе гений охраняет секрет могилы и эту скульптуру вы можете увидеть и в наше время в итоге было выяснено что это фальшивка Анри был осужден посажен в тюрьму и найден на следующее утро со вскрытыми венами у себя в камере конечно же мало кто поверил что это самоубийство причем одни считали что здесь замешаны те самые богатые евреи которые убили честного патриота а другие логично предполагали что просто кто-то убирает ненужных свидетелей случается в общем суд над Золя причем Золя написал эту статью так чтобы было вообще никому не отвертеться сначала армия хотела просто проигнорировать но это было невозможно потому что начались протесты начались очень большие гонения на еврея вплоть до погромов и я вам хочу сейчас зачитать отрывок из статьи одного из главных французских антисемитов Дрюмон его была фамилия у него была такая значит газета Libre Parole свободное слово ну вообще свободная пресса он написал главную антисемитскую книгу Франции книга это так и называлось La France Juive то есть еврейская Франция и вот очень показательная карикатура где Дрюмон изображен как людоед она так и называется обед людоеда Ого это людоед и ну вот он на вилочке держит голову очередного еврея это вообще на самом деле отрывок из книги Лану Армана Здравствуй, Эмиль Золя ходят слухи что для воздействия на судей это в преддверии суда над Эмилем Золя которого естественно обвинили в том что он подкуплен этими жидами что соответственно он на их стороне а тем самым он дискредитирует честь армии и вообще антипатриот и национальный предатель ходят слухи что для воздействия на судей готовятся манифестации в защиту сторонников предателя которые будут происходить на улицах и даже в помещении суда манифестации эти организуются на еврейские деньги на ограбленные за 20 лет безнаказанного обирательства французов но вообще Дремон был одним из тех кто скрыл вот эту панамскую аферу и вот очень сильно педалировал там участие еврейского капитала а сегодня эти же агенты эти же закоренелые преступники измышляют всяческие махинации чтобы нарушить общественное спокойствие и повлиять на совесть судей жители Парижа честные патриоты честные патриоты не потерпят подобных провокаций они сами выполнят функции полиции это вот к чему призыв что они не потерпят и сами выполнят полиции понятно к чему ну и начали соответственно в Алжире вообще там даже до убийств дошло там еврейские погромы ну и во Франции да это иллюстрация показывающая антиеврейские волнения в Париже а это уже погромы в Алжире там все было гораздо жестче с большим количеством человеческих жертв а это заля выходит из зала суда и вот такая беснующаяся толпа его окружает это опять-таки аллюзия на варфоломеевскую ночь суд приговорил заля в общем к одному году тюрьмы штрафу в 3000 франков а он сбежал в Англию в Англию в Англию все сбегали и во время этого суда значит там присутствовал Эстерхази Эстерхази который молчал он просто сделал и молчал ему задавали вопросы а он просто молчал презрительно молчал значит при аплодисментах под аплодисменты армии на самом деле даже в рядах армии уже некоторые начали сомневаться в правоте обвинений в сторону Дрифуса и понимали что Эстерхази может быть замешан но тут вопрос был в чем что если признаться что это была допущена судебная ошибка это значит замарать чувство армии ну не честь армии а это антипатриотично это лить воду на мельницу над предателей значит надо стоять до конца это открытка с изображением Эстерхази которая так и называется дело Дрифуса в итоге он сам бежал во Францию во всем признался в печати начал строчить всевозможные обличительные письма знаете он говорил что я провел в своей жизни много дуэлей всегда стрелялся только за собак и ни разу не за женщин и вот одна из его женщин его подставила передала переписку в прессу и там он писал такие вещи что типа я не пожертвую даже собачкой а вот французов я истреблю с удовольствием да там тысячу французов я перерублю просто не думая ну я так близко к тексту цитирую это был конечно шок для французского общества но даже это не повлияло на оправдание Дрифуса ему просто скосили срок что ну было удивительно и вот я хочу зачитать еще одну цитату мы уже переходим непосредственно к России был такой журнал мир божий вам может показаться что в мире божьем было про божье слово ну нет например в 1998 году когда собственно происходил этот процесс да там была напечатана рецензия Ленина на книгу Богданова краткий курс экономической науки то есть это на самом деле такой достаточно либеральный журнал и вот отрывок оттуда на стороне Золя было только сочувствие лучших людей Франции ученых литераторов и политических деятелей пользующихся безукализм и репутацией но на противоположной стороне была власть опирающаяся на весь свой авторитет и толпа загипнотизирована словами честь армии безопасность отечества и так далее толпа загипнотизирована словами честь армии безопасность отечества Размуздывались самые дикие страсти и толпа с криками «Вив ляхме!» – это слова армии Бросалось разорять лавки, магазины, бить прохожих Кстати, во время этого процесса Как раз, по-моему, Буадефор встал и сказал, что если Золя не признают виновным, то весь генеральный штаб поддаст в отставку То есть на присяжных оказывалось просто беспрецедентное давление И вот Чехов, который страдал от туберкулеза и как раз поехал лечиться в Ниццу Он попал в самую гущу событий И он пытался в них разобраться, он, кстати, по-французски не очень хорошо говорил Он даже нанял себе учительницу французского языка, но все равно ничего не понимал Потому что, ну, как в любом языке, можно же писать в прямой, а можно иносказательно Он понимал, что там очень много иносказательных вещей, там то, что скрыто между строк И вот он сидит и он понимает, что пока в данный момент нельзя верить ни одной стороне Ни дрифусарам, ни антидрифусарам И начиная в этом разбираться, он вдруг понимает, что, ну, Золя его брат по Перу Более того, Золя очень популярна в России Он вдруг начинает понимать, что Золя это прав Что, скорее всего, дрифус не виновен И он приписывается со своими, так сказать, коллегами и друзьями в России А один из главных его и покровителей, и друзей, это, конечно, Алексей Суворин, сдатель Нового Времени Который придерживается строго государственной позиции В России тоже внимательно следят за происходящим И у него есть доступ к сведениям, исходящим от правительственных кругов Там где-то Ламсдорфа, прежде всего, от министра иностранных дел И вот Суворин начинает гнать откровенно антисемитскую повестку дня Никоим образом не сомневаясь в виновности Дрифуса И Чехов пишет, значит, батюшку У нас в России, в русском пансионе, только разговоров, что о Золя и Дрифусе Новое время просто отвратительно, пишет он Хотя пока напрямую он не высказывается Суворину Потому что Суворин, опять-таки, педалирует эту тему еврейского капитала Что все, как бы, подкупленные, нанятые И вот, уже иронизируя, Чехов ему пишет Дело Дрифуса закипело и поехало, но еще не стал на рельсы Золя, благородная душа, и я, принадлежащий к синдикату И получившую уже от евреев сто франков в восторге от его порыва Ну, то есть, это такой сарказм, да Ну, как вот меня очень часто обвиняют, что я там на подсосе у тех, у других, у пятых Вот Чехов так же иронизирует, но ведь сарказм не все понимают Суворов, Суворин понял И в итоге Чехов встает на сторону Золя окончательно бесповоротно Он понимает, что даже если Золя не прав, он имеет право на высказывание своего мнения Вот я хочу зачитать вам эту цитату Пусть Дрифус виноват, то есть, видите, он еще даже до конца не знает, виноват он или нет Золя все-таки прав, так как дело писателя не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых Раз они осуждены и несут наказание Скажут, а политика, интересы государства Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее И какой бы ни был приговор, Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда Старость его будет хорошая старость И умрет он со спокойной или, по крайней мере, облегченной совестью Тут хочется добавить, в отличие от вас, господин Суворин Как не нервничать Золя, все-таки он представляет на суде французский здравый смысл Вообще апелляция к здравому смыслу, это одно из общих мест всегда в противоборствующих таких историях Как разделилось французское общество, прекрасно показывает вот эта карикатура Она была опубликована в 1899 году в журнале Le Cris de Paris, «Голос Парижа» Ну или вообще, если дословно, «Крик Парижа» Отец читает антидрифусарскую газету «Л'Ан-Тран-Си-Жон» «Непреклонный» Его дочь в ту самую «Ле Ро» Аврору, где появилась статья Эмиля Золя «Джекюз», я обвиняю А его сын читает «Ле Либертер» «Либертарианец» Это анархическое издание, так же как «Ле Ро», находившееся в стане дрифусаров Соответственно, старшее поколение показано как патриотическое, молодежь как нацпредатели Во Франции жесткий раскол. Есть знаменитая карикатура «Кагандаша» Это наш художник Карикатура называется «Семейный ужин» Сверху говорится «Только давайте, не будем говорить о деле дрифуса», а внизу «Они таки о нем поговорили» Собственно, это отражение гражданской войны в бытовых условиях Какие же выводы из всего этого следуют? Значит, вот эти дрифусары и антидрифусары, или как их называли умники и патриоты Умники – это дрифусары, защитники дрифуса, а антидрифусары – это патриоты Они, вот это разделение во Франции, оно потом наблюдалось много лет Во-первых, именно с дела дрифуса, именно вот с наблюдения вот этой ужасной сцены его развенчания Когда толпа орала смерть жидам, смерть евреям Теодор Герцель, который там присутствовал Он понял, что надо бы создавать свое государство И началось вот это самое движение сионизма очень активно развиваться А потом, во время Второй мировой войны, ну вот как вы думаете, на чьей стороне были дрифусары и на чьей стороне были антидрифусары То есть антидрифусары – закоренелые антисемиты, приверженники монархической идеи И понятное дело, что они оказались, не все, кстати, но большая их часть, в стане пособников Гитлера в правительстве Виши И, в общем-то, ну после войны некоторым из них пришлось за это дело отдуваться Так, например, выше обозначенный наш замечательный герой Дрюмон умер в 1918 году Оставшись, естественно, верным борцом с предателями, как его паства Его газета перешла к не менее патриотичному помощнику Жану Дро В 1940 году он стал директором другой газеты La France Socialiste, социалистическая Франция Коллаборационистского, собственно, направления журнала И в 1943 году возглавил газету Opillerie, организованную уже самими немцами Это было одно из самых галтелых антиеврейских изданий Кстати, обратите внимание, что слова типа труд, социализм, патриотизм, свобода Использовались всеми, кому ни попадя, вне зависимости от их политических взглядов Жан Дро был арестован в 1944 году Приговорен к 7 годам заключения Срок был скошен до 5 А в итоге уже в 1949 году он был на свободе и умер своей собственной смертью у себя дома В 1951 честным патриотом, как его патрон Дрюмон Но даже на этом история не закончилась Потому что Дрефусу был установлен памятник Сначала в Тюлери, но его оттуда решили перенести на бульвар Распай И я, к сожалению, до него ни разу не дошел Честно говоря, я даже не знал о его наличии Я узнал только занимаясь этим делом И он был пару раз осквернен Уже в наши, в 2010-х годах На нем была написана надпись антисемитская Потом прах Дрефуса хотели перенести в Пантеон В Пантеоне похоронены самые, соответственно, выдающиеся деятели Франции Но нет, сказали, не заслуживает Хотя он и получил Орден Почетного Легиона и все такое прочее И, в общем, представляете, до сих пор прошло больше ста лет Мы все равно какие-то атеистические отголоски Вот этого разделения в обществе наблюдаем Что уж говорить про те страсти, которые кипели больше ста лет назад И там, и здесь Ну, это вот вам такое наподумать Хочу напомнить вам, что экскурсии сейчас идут абсолютно бодрые Каждый день на майских праздниках Будут экскурсии проходить в Москве Следите за анонсами в мае Несколько штук будет На радость тех, кто меня об этом очень сильно просит Напоминаю про книжки, которые вы можете приобрести Путеводитель Невский с перцем Каждый дом от Адмиралтийства до Площади Восстания Книга про пиар во время русско-японской войны С большим количеством иллюстраций И остросоциальный роман Корень В моем авторстве Их можно купить как на сайте, так и после экскурсии В этом случае я их подписываю Оставляйте ваши комментарии С вами был гид Павел Перец Увидимся офлайн и онлайн Субтитры сделал DimaTorzok